Мир вам, дорогие зрители! В прошлом году летом с главного хода в Патриархию мне позвонили и сказали, что со мной хотят поговорить. Так познакомился с очень интересным, креактивным и творческим человеком Александром Лагвиненко и его супругой Дарьей Поженевской. Оказалось, что Александр является подписчиком моего YouTube-канала, смотрит мои видео и интересуется армянским наследием на Святой Земле. Решили встретиться в одной из иерусалимских кафетерий, где он мне подарил свою книгу «Храм гроба Господня». Кстати, книга очень интересная и красиво оформленная. Там порядка 140 цветных фотографий самого автора. Но вот что меня более заинтересовало. В книге можно найти QR-коды, с помощью которых открываются видеоролики по самой теме. Скажу, что это суперидея. Я вижу впервые. Буду иметь в виду для своих будущих книг, которые, если на то будет воля Господа, постараюсь издать в будущем. Ну а пока весь поглощен в создании контента для своего YouTube. Общаясь с Александром, узнал, что он является автором порядка 10 книг. Книга «Храм гроба Господня» переиздавалась четыре раза. Первая в 2015 году, потом в 2016, в 2018 и последняя в 2022, которые подарил мне. Каждый раз, когда переиздавалась книга, то ее объем увеличился на 30%. У него есть также YouTube-канал «Храм гроба Господня» много, но кратко от Александра. Ссылку выложу в описании под этим видео. Так что подписывайтесь и на его канал. Кстати, QR-коды из книги выводят на его YouTube-канал, на его видео. Дорогие, книгу можно купить онлайн, на сайте Сретенского монастыря или в церковных магазинах по России. Так мы и подружились. Переписываемся и по сей день. Вот во второй половине декабря уже прошлого года он мне написал смс-ку, что в январе он с маленькой группой будет в Иерусалиме и хотел бы взять у меня интервью. Ну я, не раздумываясь, согласился. Александр на Святую Землю прилетел со своей супругой Дарьей, с иподьяконом Александром Жбановым и со Станиславом Кнопом, который и снял наше интервью и сделал монтаж. За день до самих съемок мы, естественно, встретились, но общались не только по вопросам интервью, которые Александр мне заранее отправил. Говорили на разные темы, от христологии до житейских вопросов. Разговор продолжили и после самого интервью на следующий день. Хочу отметить, что разговор был без всякого фанатизма. Даже не почувствовали, что мы являемся чадами разных церквей. Нас объединял наш Господь Бог, Иисус Христос, который для нас всех рождается тогда, когда того ждут его чада. Так что всех поздравляю с Рождеством нашего Господа. Желаю всем любви Христовой, без которой никто не войдет к Нему в чертоги вечные. Вот надо об этом всегда помнить, дорогие. Кстати, видео решили снимать в другом месте, поскольку в церкви святых архангелов у меня уже два раза брали интервью. В первый раз давал интервью в 2021 году в декабре телеканалу RTVI под рубрикой «Прогулки по Израилю с гидом Суреном Карапетовым». Ссылка выйдет вот здесь, посмотрите, кто не видел. Ну и второе. В конце декабря 2022 года отвечал на вопросы моего друга известного Димы Брикмана в его авторской передаче «Детский, не детский вопрос». Видео на этот момент еще не вышло, так что, дорогие, ждите скоро и на моем канале. Итак, видео записали в другом месте. Я попросил нашего Драгумана, отца Вазгена, чтобы он помог нам в этом вопросе. Он нам предоставил свой офис, и в итоге получилось 37-минутное видео. Благодарю всех участников процесса, в частности, Александра за его позитив, за его терпеливое и креативное трудолюбие, ну и за правильные вопросы. А вам, дорогие зрители, желаю приятного просмотра. Спасибо вам и храни вас Господь. Дорогие зрители, мы находимся сегодня в гостях у священника Иерусалимской Патриархии Армянской Апостольской Церкви, архимандрита с докторской степенью по богословию, вортопеда Гевонта, настоятеля монастыря святых архангелов в Иерусалиме. Здравствуйте, Отец Гевонт. Здравствуйте. Уважаемый Отец Гевонт, пожалуйста, подскажите нам всем, что вот мы сейчас находимся с вами на территории храма святых архангелов в Иерусалиме, это Армянской Апостольской Церкви, и, пожалуйста, расскажите, с чем вот связано это такое почетное название? Здравствуйте, еще раз, Александр и ваши подписчики. Значит, мы находимся на территории армянской патриархии, недалеко от храма святых архангелов, а вот этот зал, комната, это, вот так скажем, офис Драгумана, вот отец Васгена мы попросили, он предоставил это место, спокойное место. Патриархия, армянская патриархия уже существует с VI века здесь, в Иерусалиме. До VI века здесь был один патриарх, все дружно жили, все христиане, и подчинялись одному патриарху, который был в Иерусалиме. Но после халкидонских вот этих вопросов, когда уже тема халкидона дошла до Иерусалима, здесь начали конфликты, начались, и в итоге армянская церковь, не принимая халкидона, отделилась от патриархата и объявила свой патриархат. Ну, я бы сказал, некоторых нюансов халкидонского собора. Да, ну это уже сколько веков идут эти непонимания, разные богословские споры, прения, но в итоге здесь патриархия, как бы армянская церковь отделилась уже в отдельную патриархию. И уже к VII веку здесь армянская церковь имела до 70 монастырей, церквей, монашеское братство. И интересно то, что все княжеские дома тех времен Армении, они каждый княжеский дом имел свой монастырь. И под своим попечительством финансовым, духовным, то есть монахов послали, вот так жили. Сейчас здесь у нас патриарх, который, его патриаршество распространяется на Иорданию, ну и Палестину, и Израиль. Хорошо. А вот хотелось бы уточнить еще один важный нюанс для зрителей, которые мне часто в беседах, в лекциях задают. Это вопрос, касающийся системы нахождения, системы взаимоотношения и служб армянской апостольской церкви в храме Гроба Господня, то есть центральном храме для всех христиан, которые находятся здесь у нас сейчас в Иерусалиме. Вот если можно, в двух словах, о порядке взаимоотношениях, о системе служб, об очередности служб и вообще о жизни, в том числе и в храме Гроба Господня, где бывают все паломники, все туристы, большое количество священнослужителей. Вот этот вопрос. Ну, после утверждения статус-кво в 1850-х годах, уже кто на тот момент, что имел, какие права, что имел, было утверждено. И будем отходить от этого, которому утверждено и следуют все церкви этому статус-кво. Значит, армянская патриархия, армянская церковь в Иерусалиме в храме Гроба Господня имеет свои места, которые принадлежат непосредственно армянской церкви. И есть места, где общее пользование, вот так скажем. Это сам, сам Акувукле, Гроб Господень, камень помазания. Это общее, принадлежит армянской, греческой и католической церкви, и за католиками это францисканский орден. Орден францисканский, да. Значит, все там поделено на равных условиях, несмотря на то, что каждый день за гробом Господнем стоит, там внутри следит греческий монах по статус-кво, по обществу. В основном? Ну, когда никаких служб нет, он стоит. А когда службы, там, если вы знаете, есть все поровну. Первый ряд лампад прямо над дверью и икона армянская, второй ряд греческая, наверху католическая. Там есть по бокам от входа, на входе точнее, такие большие подсвечники, пара тоже армянская, греческая, католическая. Есть такие большие, как трубы, там есть на конце лампы. Да, большие канделябры. Да, лампы, которые электрические. Там зажигается та лампа, чья служба в это время, то есть кувукля кому принадлежит. То есть, если вы придете и увидите, что горит армянская или греческая католическая, вы поймете, кому принадлежит кувукля. Значит, в храме два раза в день, то есть за сутки точнее, происходит кождение церкви. Кодят. Креки, за ним идет армянин, а за армянин идет копт. К католики не кодят. Отмечу, что в средние века, поскольку были конфликты между католиками и, то есть армянская церковь с католиками и греками, вот были поставлены конфликты, армян было мало, и как-то получилось, что впустили туда коптов и сирийцев. То есть, как бы на наших местах, чтобы они служили. И уже когда установилось статус-кво, это уже прикрепилось к ним. То есть копты имеют то место кувукли, где голова Христа, вот это место изголовья. Да, часовня коптской церкви. Это была армянская церковь, церковь принадлежала, мы дали им взамен, мы получили в Александрии, нам дали возможность иметь церковь, храм, монастырь и несколько келий. Сирийцам дали возможность служить на алтаре часовни Иосифа Арифматического. На страстную неделю, там наши келии, там 3-4 келии над этой часовней, мы даем им. То есть они там остаются, сирийцы, они каждое воскресенье служат. Мы тоже можем служить, я вот несколько раз служил там ночью. И вот два раза кодят это днем, происходит служба, молитва, часы, греки, армяне и католики у себя. Вечер, ночная служба тоже идет каждый день, той же очередной очередности и по всему храму, по всем местам. Вот идут, начинают от кувукли в армянский предел, поднимаются на Голгоф, спускаются Церковь Святой Григория Павла Святителя, место обретения креста, весь храм и каждый заканчивает в своем пределе. И также ночная служба, часы, каждый служит в своих пределах. И начинается литургия. Сперва служат греки литургию, заканчивают, потом уже гроб кувуклю забираем мы, вот так. Служим мы, после нас уже католики, а потом уже свободно для паломников, туристов. Вы именули слова «статус-кво». Ну, я думаю, поясним нашим зрителям, что речь идет о специальных фирманах султанов Османской империи, которые регулировали и до сегодняшнего дня на протяжении вот уже больше двухста лет регулируют систему взаимоотношений и церквей, и пользования святых мест. Это об этом же вы говорили, так же? Да. Отмечу, что, естественно, все церкви во время службы стоят там даже все поровну, как сказал, все поровну, внутри там лампады, подсвечники, иконы, все поровну, каждая имеет свое. И, естественно, во время службы все его, так скажу, бдят, правильно если говорю, чтобы не нарушить статус-кво, что внимательно, но бывают непонимания и драки иногда происходят. Мне кажется, это нормально. Ну, не нормально, но и нормально для нас. Ненормально в том смысле, что это не должно быть. Но человеку, к сожалению, свойственно решать иногда вопросы спора не разъяснением своей позиции, а вопросы спора кого-то толкнуть или применив то или иное какое-то глупое физическое действие. Александр, знаете, когда уже закрываются двери, там интереснее то, что и двери, когда закрываются храмы, там тоже есть очередь, кто берет лестницу, кто открывает саму дверь, не ключи, а просто вот эту дверь открывает, потом кто закрывает, кто берет лестницу, кому дают, кто берет, ставят к стене. Это все регламент такой, все вот это есть. Там есть, зажигают лампу, одну свечку ставят у входа, тоже на великие праздники. Каждый праздник эту лампу, свечку зажигают, прям где там такая скамейка, где сидят у входа, ставится лампная свечка. Но интересно то, что когда закрывается храм... Ворота храма. Да. Ворота храма, скажем. Тишина, нет туристов. Но внутренняя жизнь там очень интересна. Вот францисканцы, армяне, греки. Есть такая, ну не скажу, дружит. Но есть какой-то друг к другу, могут кофе пойти друг к другу попить, пообщаться. Все нормально, никаких вот таких... Положительной человечности. Да, человечество вот это все соблюдается. Даже были, когда конфликты, через несколько дней опять могут сесть, пообщаться. Несмотря, еще конфликт может и продолжается. Но чисто человеческое. Друг другу помогают чем-то. Там кто-то вот... Мы на Великую Страстную неделю, несколько лет там назад, у нас не подсвечник, люстра большая. Там надо было тяжелая, она веревками. Там подошли, помогли. А сирийцам мы там, когда копты что-то или греки что-то делали, мы помогли. То есть это внутреннее такое, за закрытыми дверями вот это соблюдается. Хорошо, спасибо за пояснение. А вот сейчас хотелось бы задать вам вопрос, чтобы вы кратко рассказали о себе. Почему? Потому что я говорил нашим зрителям о том, что сегодня я разговариваю с богословом, с архимандритом армянской апостольской церкви здесь, в Иерусалиме, который носит почетное звание в ортопеда. Но вы же стали почетным и уважаемым, знающим человеком не сразу. Поэтому вот если можно в двух словах, так сказать, от мала до велика о себе. Ну, скажут так, родился в Советской Армении. То есть когда был Советский Союз в Ереване, столице Армении. Ну, заканчивал русскую школу. У меня образование русское. Потом техникум радиоэлектросвязи. Работал по специальности на междугородной телефонной станции Ереванской лет 7. И в это время, когда работал, я уже решил служить церковью. То есть одевал стихарь и на алтарь поднимался там и служил по воскресеньям. И вот такое у меня было желание. Потом это так постепенно, чтобы прийти и стать священнослужителем. И получилось так, что из Еревана в Ереван приехал ректор семинарий нашей академии. Собирать учеников. А мне было тогда лет 25 уже. А они их собирали маленьких. Там 15-16-летних. Подошел, спрашиваю, возможно, я подойду. Потому что на тот момент в Айчмиадзине не было приема в семинарию. И был Севанский Айчмиадзин. А там до 21-го года был. И вот такой тупик. Я не знаю, что делать. И так уже без надежды подошел, спросил ректора. И он сказал, я с патриархом поговорю. Ну, не покойный наш блаженщий патриарх Торгом. Он сказал, там вопросы, все. И вот меня приняли. Я в 97-м году... То есть можно сказать, что вы получили благословение прошлого патриарха. Чтобы сюда приехать. Ну, у меня вопросы. Такой мини-экзамен был. И меня приняли. Я сразу сел, поступил в академию. Приехал в 97-м году. Закончил в 2000-м году. И рукоположился уже в иеромонахе. Ну, до этого диаконы. В иеромонахе. И у меня здесь, знаете, ныне покойный такой владыка Зосима. Он из духовной русской миссии был. Здесь иеромонахом. Здесь, в Иерусалиме, в русской духовной миссии. Ну, знаете, что я сюда приехал. Я с детства общался на русском. То есть русский язык для меня... В русскоязычной среде, как говорят сейчас. И армянский тоже, естественно, знал. Но литература была духовная в основном на русском. Я здесь пришел. Никого нет, чтобы общаться на русском. Литература нет. И так как-то получилось, познакомился вот с отцом Зосимой. И мы общались, дружили. Он приходил ко мне в гости. Я к нему, книжки, у них библиотека была. И вот он один раз говорит, а ты не хочешь поступить в Московскую академию? Говорю, отец Зосим, я ничего у нас не закончил. Говорит, ну подумай. Это у меня в мыслях запало. И он уехал. И я вот, когда закончил семинар, рукоположился, попросил нашего патриарха, я хочу поступить в Московскую духовную академию. Там профессорским стипендиатом. И патриарх согласился, и он написал это письмо ныне покойному опять Алексию патриарху тогда было. И он ответил, что как бы нет проблем. Я поехал так уже. И потом иеромонах Зосим стал епископом. Рукоположился. Он где-то на север его отправили. И он такая блаженничая кончина. Он после литургии, когда закончил, сел и отдал душу Господу. Отошел. Отошел ко Господу. Я его всегда помню в молитвах. Он очень добрый человек. Такое впечатление на меня он оставил. И вот я поступил туда. Защитил диссертацию. Это в Московской духовной академии? Поступил в 2001-2004. Уже защитил тема нравоучения Святого Армянской Церкви Григория Татвева Ци. Это потом я издавал книжку. И после этого вот так живу здесь. И у нас, кстати, скажу, вот многие вот... Перевью. То есть после 2005 года вы постоянно находитесь... Я с 2000-го здесь. Просто туда ехал. А, вы ездили. То есть это было, можно сказать... Как это говорят? Да, я тоже забыл. Очно-заочная. Очно-заочная форма. Я два раза в год ехал. На неделю, два недели. Там экзамены сдавал. Вот это всё. Вот так. А всегда оставался здесь. Я был там один год трагуманом. Патриарх меня назначил. В 206-м году назначили наставителем храма святых архангелов. И по сей день я там наставителем. И ещё был годом смотрителем светской школы армянской здесь. Школы святых Тартманчат на один год. И вот по сей день я наставителем храма... То есть у вас достаточное количество обязанностей, достаточное количество... Ну, сейчас только вот в этом. И плюс уже в 2010-м году я получил степень в ортопеде. В ортопеде, если перевести, это учитель, как раввин. Да, вот, кстати... Вот это, да. Вот, кстати, часто и мне задают вопросы и зрители Ютуба, зная вас как активного, можно сказать, блогера, который выставляет регулярно телевидео, что, насколько вот все знают, что у вас порядка 500 видео, и вот люди интересуются нюансами именно сана в ортопед. Но оно, знаете, оно и похоже по статусу такому, да, руководящему, как архимандрит, просто и в ортопед. Но в ортопед более того он имеет власть учитель, быть учителем, проповедовать. То есть дается посох, что он имеет власть учить, проповедовать, наставлять в этом смысле. И поэтому архимандрит и в ортопед, в ортопед, говорю, это одно и то же, но и не одно и не то же. Вот я с 2010 года получил эту степень, в ортопедскую посох, двухглавый змей, и вот так в ортопед. Я думаю, зрителям было бы интересно его увидеть, но жаль, что... Ну, посоха личного своего нету. Нам не то, что каждому отдельно дают, это патриарх, он передал, то есть власть иметь. Здесь у нас каждого своего нету, но когда в церкови проповедь, когда мы проповедуем, мы с посохом проповедуем. В каждой церкви есть посох. То есть мы видим этот посох. Ага, понятно, да. И подскажите, пожалуйста, вот раз я сейчас упомяну о Ютубе, какие темы лично для вас, когда вы думаете о сюжетах, готовите сюжеты, планируете сюжеты, те или иные на будущий период, какие темы вы считаете для вас более приоритетны, более актуальны? То есть к чему больше, как говорится, лежит душа, когда вы думаете, а какой будет следующий сюжет, а какой будет сюжет через месяц? Приоритеты ваших видео. Приоритеты я начал, открыл Ютуб-канал в 2009 году. Более меня привлекло то, что когда были вопросы, вот эти конфликты на святых местах, гробка, Господь благодатный огонь, вот эти темы, я начал, когда осуждали нас, то есть неправильно там сами в интернете, я начал снимать, а куда выкладывать? Сначала выкладывал, у отца Вазгена уже давно было, к нему выкладывал, я снимал, а потом понял, что ну что мучить человека, лучше свой открою. И вот я открыл, сначала вот такие службы выкладывал, несколько раз делал, такие проповеди, там о молитве, первые мои видео, о молитве, о святом писании, чтении, о благодарении Господа, исторические. И так пошло, потом прекратилось. С 2015-го опять начал, и у меня, знаете, у меня разная тематика. И разная тематика, есть вещи, что я сижу, думаю, что можно так, о чем конкретно, темы избираю, но есть что, вот так спонтанно, вот так сяду и начинаю, вот об этом пришла мысль, взять и записать. Ну, у меня в основном русскоязычная аудитория, я в основном работаю, вот так скажу, для русскоязычных армян, но потом понял, что смотрят мои виды не только армяне, но и русские, то есть русскоговорящая... Среда. Среда, вот так. И я начал уже, многие задают вопрос, спрашивают о чем-то, вот исторически, здесь, например, вот можете рассказать о храме гроба, там заснять, что творится в храме ночью, о лестнице, там вот так, я вот так начал, снимаю исторически, что-то найду, и, ну, для меня более, такое, близко, это, ну, на духовные темы, наставлять людей, говорить с ними о Боге, о Христе, в основном это новое, если кто посмотрит, там разные плейлисты, на разные тематики. Вот так. Хорошо, хорошо, спасибо. А, и еще, тогда давайте мы затронем снова эту тему, связанную с Ютубом, связанную с рекомендациями, словами, тем, если я бы хотел задать вопрос, касающийся молодого, юного поколения, вот ваша точка зрения, чем можно заинтересовать юное поколение, чем его можно привлечь вот к таким каналам, как у нас с вами, вот, ну, образно говоря, не тем же, что, там, сорок раз повторять молитву, там, потому что для молодежи важно какое-то движение, важна какая-то новизна, и в то же время параллельный с древностью. Вот ваше мнение. Это, знаете, я часто думаю об этом, я прихожу к тому выводу, что сегодня апостольские церкви, вот эти древние церкви, не протестантские, не там, да, вот после даже 17 века, а вот традиционные церкви, у них есть проблемы, и армян, у греков, русских, у всех. В чем? Потому что церковь верующая, которая находится, он стоит в пассивном состоянии, и для него быть три часа, два часа на службе, быть пассивным, в смысле пассивным, он не соучастник, да, он в мыслях молится, там, что-то под носом поет, что-то, да, но он так стоит, и молодежь, она привыкла, которая выросла на Коле, на Кока-Коле, да, вот эти энергические, они, в них кипит, и поэтому они могут часами там на дискотеке где-то стоять, танцевать, часами, но час на службу не выдержат, много говорят, это бесы в них, никакие не бесы, просто они не соучастники всего этого, это раз, второе, я заметил, что те каналы, которые идут, такие образовательные, духовные, что-то учат, наставляют, смотрят мало, а смотрят такие, извините, скажу, вирусные видео, там что-то случилось, где-то, что это, или какие-то блогеры, например, сидят, я вот помню, вот эта, одна девушка, сказали ей, можешь лимон съесть целый на камеру, и она съела, и там 3-4 миллиона просмотров, ну, удивляемся, да, а мы столько, она просто взяла камеру, включила и начала кушать лимон, понимаете, и, а мы сидим, думаем, сценарий пишем, работаем, это никто мало смотрит, не то, что мы плохо говорим, или что, это не интересует, поэтому с молодежью надо работать тем, чтобы привлечь, как привлечь тем, чтобы показать, что они нужны церкови, то есть церковь нуждается в них, не то, что вы хотите, не хотите, нам все равно приходите, а церковь нуждается, и они их... И не только нуждаются, да, но и донести до молодежи те ценности, которые веками, уже тысячелетиями, эти ценности общечеловеческие, которые, как сейчас говорят, ценности, что донести до молодежи не потребительность каждого дня, а те духовные, тот духовный фундамент, который идет от прошлых поколений, да, вы правильно говорите? Да, нужно их привлечь тем, чтобы они поняли, что церковь в их нуждается, они нужные люди, то есть не то, что пришли, вот вы заплатите, что-то уходите за требы какие-то, все там сделаете то-то, как вы сказали, сорок молитв, и все, уходите, они нужны, потому что сегодня молодежь также она интеллектуальная, она век электроники, век компьютеров, молодежь умная, у них другое мышление, другой подход, поэтому надо использовать их, и это все, и когда ты приведешь их в церковь, они начнут это все, и это познавать, я вот так вижу, а так стоит даже проповедовать старыми методами, да, вот есть я читал, ну не то, что читал, встречался, только отталкивался, читал, ну говорю, читал, извините, с одним парнем, я общался с моим другом, и он рассказывает, есть парень, который он начитался каких-то отцов четвертого века, который сказал, типа, монахи не должны купаться, а он, живя в Москве, не купается, извините, воздух портит вокруг себя, и типа, он такой монах, а другие соблазняются этим, а другие думают, что если надо, христианство, это не четвертый век, христианство, оно настолько для меня, духовность, оно настолько, что оно, это слово не люблю, но чтобы объяснить, приспосабливается к любой форме, она может выживать в любой, и оставаясь духовным стержнем, но когда ты ставишь рамки христианству, делаешь, она умирает, понимаете, знаете, на что похоже, скорлупа, яйцо, для птенца, она нужна, чтобы этот зародыш, он развивался, выжил, но когда он уже, уже готов выйти в мир, он пробивает эту скорлупу, понимаете, эти каноны, эти все правды, они нужны, чтобы сохранить, вот это зародыш веры в человеке, но когда он становится, уже крепнет, становится на ноги, это скорлупа ему будет мешать, он убьет, если он не прорвет, а когда прорвает, вот ты против отцов, ты вот так, а я всегда говорю, если бы отцы церкви, которые жили в четвертом веке и писали какие-то каноны, они решали вопросы тех времен, и они, если бы жили сегодня, они не написали то, что тогда говорили, Да, вот это я так думаю, потому что они решали вопросы тех времен, понимаете, если человек может в то время, простой человек, купался год 3-4 раза, к примеру, то естественно монах должен вообще не купаться, но сегодня если человек, он такая культура, что он должен почти каждый день купаться, и поэтому жить четвертым веком, это трудно. Ко Христу не приведет. Да, вот вы затронули эту тему, и я бы еще сказал, что да, мы живем в 21 веке, значит, и кроме того, мы ежедневно видим, как современные технологии с громадной скоростью разбегаются вокруг, и как у нас каждый день, каждый месяц, да, появляется что-то новое, новые технологии, и вот тут такой вот вопрос, ваше мнение, а если бы святые апостолы жили бы наше время, пользовались бы они чем-то, или они точно так же ходили бы в сандалих и только проповедовали, или пользовались бы тоже современными возможностями, техникой донести свое слово? Я иногда вот нашим ребятам, семинаристам, знакомым, я тоже вопрос задавал, не апостол, говорю, если бы святые отцы жили бы в 4 веке, их собор, и было бы камера, они бы поставили, сняли бы это все, весь собор, и многих вот это зависает, не знают, что ответить. Мне кажется, они бы все этим пользовались, апостолы, чтобы слово Божие быстро распространялось. Сегодня, если это есть, у меня нет этой возможности ходить куда-то, но я сижу дома, записываю видео, выкладываю в интернет, и там смотрят несколько тысяч человек. То есть, если это есть возможность нести слово Божие через это, почему бы и не нет, и мне кажется, апостолы пользовались бы этим. Но в те времена была, технологий, так скажу, не было, но они пользовались всеми теми свойствами, то есть, они и на ишаках, и на телегах, и на корабле, если был самолет, и на самолетах бы это все пользовались. То есть, это так было бы нужно. Это норма, Но, можно быть, знаете, что и не делать из всего этого некого культа, знаете, и не полагаться на все это. Этим можно пользоваться, но чтобы это тобою не пользовалось. Вот это когда иногда вот такое-то зависают на всем этом, и ты замечаешь, вот бежишь за этой техникой, все-все-все, и иногда забываешь помолиться. Надо быть осторожным. Да. Но не бояться. Да, да. Хорошо, спасибо. А подскажите, пожалуйста, мы все-таки вот находимся с вами в стенах и, в первую очередь, армянского квартала, второй в стенах патриархии армянской апостольской церкви. А вот как бы вы, что бы вы рекомендовали, какие бы книги, допустим, об армянском Иерусалиме, почитать, посмотреть, чтобы люди могли расширить свои знания об этом, чтобы они могли увидеть историчность этого. Не просто, потому что некоторые говорят, а вот там, а где это увидеть, а где это почитать? Может быть, вы рекомендуете те или иные книги? Смотрите, если говорить о на русском языке, Да, на русском языке об армянском языке. К сожалению, на русском языке ничего нету. Есть гайдбук такой, который сделали в начале 2000-х годов. Я был даже тогда в семинаре, учился в академии, и я помогал каких-то вопросов в составлении этого гайдбука. На трех языках было, на русском, армянском и английском. Вот этот гайдбук, но такой он коротенький, маленькая книжка. В основном, все на армянском, если есть, то там 1800-1900-х годов, книги, все описывается исторически. Но появилась, ну, это как бы и моя книжка, которая называется «Армянский Иерусалим» и размышления на темах «Армянский Иерусалим». уже был, точнее, журнал «Аниф», русскоязычный, армянский журнал, главный редактор Карен Агекян. А где он издается? Он в России издавался, но сейчас его, по-моему, уже не издается. И он меня тоже в сети нашел и взял такое интервью про армянский Иерусалим. И такое интервью, вопросы, точнее, он вопросы задавал, я письменно отвечал, это было известно. Потом на тему халгедонских размышлений, то есть на эти вопросы. И я что подумал, что если это журналы, не все будут читать, и потом он уже его не будет под рукой. Решил эти два интервью, вот так скажем, статьи собрать воедино. Издал я книжку, которая называется «Армянский Иерусалим». Там я рассказывал, как мы пришли, вот эти конфликты сегодня, что и в 2009 году издал. То есть я могу ссылку дать, PDF, потом могу... Ну, да, это было, я думаю, что в описании выложить. Интересно, да, они это... Я вам пошлю. Она книжка, там на какие-то общие вопросы есть ответы. Хорошо. К сожалению, на русском нету. Там, да, еще была одна женщина из России, тоже про Иерусалим. Они паломничеством были из России, по-моему, из Новгорода, по-моему, армянская община. Они сделали такое, статьи, такие рассказы, как паломница, одна женщина. Вот есть такая книжка, но в сети нету ее. Отец Геон, мы буквально на днях, вот несколько дней назад, перешагнули в Новый 2023 год от Рождества Христова. И вот у нас, так сказать, здесь напоминание перед нами стоит. И оставили позади сложный, ужасно сложный 2022 год. Вот мне бы хотелось попросить вас высказать пожелания нашим зрителям благословения на ближайшее время, может быть, на ближайшие 12 месяцев, на ближайшие годы. Сказать, чтобы наши зрители услышали от вас и ваши слова для них. Знаете, мы всегда люди, как свойственно люди, мы всегда стараемся жить с надеждой, что будет хорошо, пожелания друг друга, да, вот что будет хорошо, все так и так. Но, как говорится, книги Экклесиаст, ничего нового под солнцем не бывает. То есть, опять все повторяется по-разному. Я вот желаю всем вашим подписчикам, зрителям, слова Господа, говорят, не бойтесь, я победил мир. Как он победил мир? Ну, если вот так смотреть, его взяли, распяли. Оплевали, да, вот это распяли, глумились над ним, победил мир тем, что он не озлобился. Мир он такой сегодня, все, что вокруг нас творится, это испытание, что христианин не озлобился. Я желаю вам, дорогие, не озлобляйтесь, даже если видите все, что это неправда, что-то, что старайтесь не озлобиться. Это испытание, которое надо победить только любовью. Это самое главное, добродетель, потому что, знаете, когда Господь будет нас судить, Он не спросит, как ты молился, сколько раз молился, постился, Он просто скажет, я был голоден, а ты меня накормил или не накормил. И апостол тот же говорит, Павел говорит, что все пройдет, останется любовь. Поэтому желаю, чтобы вы росли в любви и не озлоблялись. Вот такие слова. И пусть Господь хранит вас с Рождеством нашего Господа. Знаете, у христиан, тем более в Иерусалиме, Рождество справляется три раза. 25 декабря католики, 7 января православный мир, сирийцы, копты, там все, и 19 января армянская церковь. Это хорошо, потому что если кто не успеет на это Рождество, в течение месяца может приехать. И это говорит о том, что, дорогие, Христос, Он рождается каждый день. Не важно, какая дата. Храни вас Господь. Спасибо, Господи.